Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Состоялось официальное открытие сервисной управляющей компании. Постепенно планируется, что управление домами должно выйти на более новый, высокий уровень. Какие темы обсуждались на встрече депутата Государственной Думы Вячеслава Фетисова с жителями муниципалитета? По федеральной программе МВД и Российской Федерации они могут строить только на федеральной земле. Прекрасная в камне новая выставка в музее-заповеднике Горки Ленинские. Что интересно, чараид добывают только в нашей стране. Больше нет его нельзя в мире. Наш дом. Такое название получила сервисная управляющая компания, ставшая участницей регионального пилотного проекта по внедрению нового единого стандарта управляющих организаций. В сжатые сроки видновским ПТО городского хозяйства получена лицензия на право управления многоквартирным жилым фондом. На официальном открытии сервисной управляющей компании присутствовал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский и наша съемочная группа. В Московской области стартовал пилотный проект по внедрению нового единого стандарта управляющих организаций. Ленинский округ вошел в девятку муниципалитетов, где началась реализация проекта. Постепенно планируется, что управление домами должно выйти на более новый высокий уровень благодаря внедрению единого стандарта. Потому что многие управляющие организации иногда и халатно исполняют свои обязанности. Иногда где-то возникают вопросы у жителей, на которые не получают ответы годами. Такие случаи нам известны. Поэтому для искренения данных факторов и совершенствования технологии управления многоквартирным жилым фондом и создан проект, который называется «Управляющая компания Наш Дом». На сегодняшний день предприятие, работающее под крылом видновского ПТО городского хозяйства, обслуживает четыре многоквартирных дома. Офис сервисной управляющей компании «Наш Дом» начал свою работу по адресу проспект Ленинского Комсомола, 23, корпус 3. Сюда уже приходят посетители. Работает электронный терминал по оплате услуг, ведется прием квалифицированных специалистов, готовых дать ответ на любой вопрос. В офисе новой сервисной управляющей компании светло и уютно. Здесь даже есть игровая зона для детей, если вдруг взрослые взяли их с собой. Вероника, скажи, что ты нарисовала? Свою любимую игрушку. Ее зовут Зайка. Сверху Вероника написала «Наш Дом». Можно сказать, это такая своеобразная детская эмблема управляющей компании. Екатерина Муравьева в сфере ЖКХ трудится три года. Профессионализм, вежливость и уважение к клиентам – главные принципы в ее работе. И на новом месте она уже освоилась. Приходят, интересуются за оплату коммунальных услуг, за благоустройство территории вокруг дома. В принципе, пока эти вопросы. Мы создаем заявки. Соответственно, когда заявка уже рассмотрена, жители получают ответы. Глава Ленинского городского округа приехал в день официального открытия офиса сервисной управляющей компании, чтобы лично оценить его работу. Алексей Петрович сказал, что проект «Наш Дом» – это инициатива, рожденная логикой жизни. На территорию округа работает порядка 40 управляющих компаний и товарищи с собственников жилья. Но, к сожалению, по словам главы муниципалитета, не все одинаково качественно. Эта идея была связана с чем? Создать управляющую компанию с муниципальным контролем на базе, как правило, ресурсоснабжающих организаций. Тут надо понимать, что это крупные, как правило, мупы или контролируемые администрациями предприятия с очень большой обороткой. Потому что они являются в нашем случае поставщиком тепла, канализации, воды. Это миллиардные обороты по году. И второе, как бы я сейчас скажу простым языком, этим организациям некуда бежать. То есть она не может уйти завтра с рынка просто по определению. Она корнями вросла. А потому является наиболее надежной среди других. В управление нашего дома будут попадать все спорные дома, а также дома, оставшиеся без управляющих компаний. В процесс начнут внедрять самые последние информационные технологии. А именно появится сайт в соответствии с фирменным дизайном, созданы аккаунты в социальных сетях, общедомовые чаты в популярных мессенджерах. Все, чтобы иметь возможность предоставления качественных услуг жителям. Партия «Единая Россия» проводит всероссийскую неделю приемов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В ее рамках прошла встреча депутата Государственной Думы Вячеслава Фетисова с жителями муниципалитета. Жители Бутова-парк-2 Андрей Лысак и Роза Бикаева во второй свой визит к депутату Государственной Думы Вячеслава Фетисова подняли целый ряд проблемных вопросов. Больше всего их беспокоит отсутствие на территории опорного пункта полиции и пожарного депо. Пожары у нас, к сожалению, с регулярной завидностью происходят как в частном секторе, так и в высотных домах. И нет возможности ни подъезда, ни какое-то оперативное реагирование. Тушат, я не знаю, как в 18 веке своими руками, бедрами, гидрантами, кто чем может. С момента первой встречи вопросу удалось сдвинуть с мертвой точки, заявил глава Ленинского городского округа Алексей Спаский, также присутствовавший на депутатском приеме. Модульное пожарное депо на шесть машиномест вблизи микрорайона появится уже в этом году. Подготовка к строительству отдела полиции также началась. Земельный участок сформирован и Главным управлением региональной безопасности на имя министра Колокольцева федерального отправлено письмо о включении строительства данного объекта в федеральную программу. По федеральной программе МВД Российской Федерации они могут строить только на федеральной земле. Поэтому искали этот участок, нашли, сделаю еще депутатское обращение к министру внутренних дел Российской Федерации, чтобы он посодействовал ускорению процесса общего отделения средств. Активные жители просят благоустроить в микрорайоне прогулочную зону и организовать дополнительный выезд на Варшавское шоссе для общественного транспорта. Вячеслав Фетисов пообещал посодействовать в вопросе организации парка, а также сообщил, что дорожная проблема решится уже в этом году. На приеме были озвучены вопросы, касающиеся проблем с управляющими компаниями. Пуститься по черной лестнице нельзя, у нас там жили бомжи. Грязь, антисанитарии у нас не убирали, не обслуживали. И в 2018 году было принято решение перейти в другую поверующую компанию. Вячеслав Фетисов сообщил, что тема эта достаточно острая. И сейчас в рамках проводимой партии «Единой России» недели приемов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства часто поднимается жителями. Люди, которые платят деньги за обслуживание, не имеют права, образно говоря, сменить управляющую компанию. Идет целый процесс войны за эти деньги людей. В итоге страдает само понятие обслуживания. Надо думать, каким образом все это менять. Все озвученные на встречу вопросы Вячеслав Фетисов пообещал взять под личный контроль. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Врачи Видновской районной клинической больницы продолжают спасать жизни людей, больных COVID-19 и другими заболеваниями. В стационар поступила пациентка 62-х лет с признаками дыхательной недостаточности, слабостью и пониженным артериальным давлением. Ко всему прочему, ситуацию осложнял гнойный свич в поясничной области. Гнойный процесс такой локализации опасный тем, что он может распространиться и на органы брюшной полости, вызвать кремотечение разъемные сосуды из брюшинного пространства и общую интоксификацию организма. Поэтому ей была показана экстренная операция, что и было сделано вовремя и в срок. Мария Чусыжель живет в городе Домодедово. Но прежде чем попасть в Видновскую районную клиническую больницу, она лежала в других стационарах. Я попала уже в третью больницу, я лежала в Подольске, меня оперировали, но это как ее и там до конца как бы не долечили. Приехала домой и мне все хуже и хуже стало. И потом вызываю скорую и меня увозят в реанимацию. У меня давление упало 40 на 20. Меня еле спасли благодаря профессионалам. Сейчас общее состояние пациентки улучшается с каждым днем. Она благодарит видновских врачей и надеется на скорейшую выписку. Дома ее ждут муж, дети и внуки. Денис Александрович, это профессиональный доктор, профессиональный врач. Я его так полюбила, и он меня спас. До сих пор спасает. Борьба с ковидом и сопутствующими заболеваниями продолжается. В 2022 году отмечается 80-летие со дня рождения нашего земляка, поэта Евгения Зубова. Его называют Есениным видновского края. Все свои стихотворения он посвятил природе родных мест. В Центральной библиотеке прошел юбилейный вечер и открылась уникальная выставка. Семейную коллекцию книг 19 века листала наш корреспондент Галина Житкова. Любовь к чтению и русскому слову у Зубовых передавалась по наследству от отца к сыну. В семье трепетно хранилась обширная библиотека, часть экземпляров которой представлена на выставке. Надо сказать о дедушке Евгения Зубова, потому что с него, в общем-то, началась вот эта большая коллекция книг. Сам дед, Яков Николаевич Зубов, он научился за один рубль читать у местного дьякона. И вот с этого момента началась его страсть к чтению, и он начал собирать библиотеку. Увлеченных читателей, ценителей раритетных изданий наверняка заинтересует Акафист, предположительно, 1913 года издания. Но возможно, что книга выпущена в конце 19 века, потому как написана на старославянском языке. Это лишь малая часть семейной коллекции, которая насчитывает более тысячи экземпляров. Я надеюсь, что у нас будет реконструкция в библиотеке, и мы выделим место, будет постоянная экспозиция. Это будет такой мини-музей, посвященный творчеству Евгения Петровича Зубова. Раритетные книги, личные вещи, дневники и письма. Каждый экспонат выставки передает уникальную атмосферу семьи, в которой вырос талантливый поэт Евгений Зубов. Его творчество любят не только представители старшего поколения, но и с удовольствием читают юные ценители прекрасного. Четыре номера коронных зовутся временами года. Я твой пожизненный поклонник, великий фокусник природы. На праздничном вечере, посвященном юбилею Евгения Зубова, присутствовали близкие и друзья поэта. Представители литературного объединения имени Шкулева поделились своими воспоминаниями о жизни и творчестве друга, прочитали стихотворение талантливого земляка. Радостно, что это продолжение идет, и его вспоминают, и вспоминают не один раз в год, а вот и в день рождения устраивают мероприятия, и день памяти на могиле поэта, это каждый год, и зубовские чтения. Во всех библиотеках Ленинского городского округа запланировано немало торжеств, посвященных юбилейной дате, а финал традиционного фестиваля-конкурса «Зубовские чтения» предположительно состоится 20 апреля. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Выставка под названием «Прекрасная в камне» открылась в музее-заповеднике Горки Ленинские. Она расположилась в южном флигеле усадьбы. Первыми посетителями экспозиции стали оператор и корреспондент нашего телеканала. Подробности в сюжете Максима Козлова. Уникальная выставка камней и предметов из них приехала из Тульской области, где расположен Богородицкий дворец и парк. Именно там постоянно находится эта экспозиция. Но в помещении, где она располагается, началась реставрация, и коллеги предложили показать всю эту красоту посетителям горок Ленинских. Об этом и многом другом нам рассказала куратор выставки Евгения Снеговская. Музей-заповедник – это многопрофильное учреждение культуры, и мы стараемся показывать нашим посетителям не только какие-то выставки, посвященные, например, Владимиру Ленину или усадьбенной тематике, но также, в принципе, обычные художественные выставки, которые также интересны нашим посетителям. Уникальная выставка тем, что здесь можно увидеть не только камни, известные человечеству на протяжении многих веков, таких как горный хрусталь, мрамор, малахит или нефрит, но и открытые сравнительно недавно, например, чараид. Что интересно, чараид добывают только в нашей стране, больше нет его нигде в мире. Это очень дорогой и красивый подделочный камень. Открыт он был в середине 20 века при строительстве Байкало-Амурской магистрали. Все эти изделия были изготовлены на фабрике «Экспорт самоцветы», которая находилась в Богородицке. При этой фабрике был открыт музей небольшой, где и размещались такие особенно ценные экспонаты. Безусловно, особенно эта выставка будет интересна представительницам прекрасного пола. Ведь здесь показаны не только вещи, но и украшения из камней. Также можно увидеть, как выглядит тот или иной необработанный камень. У меня у самой, как у девушки, есть такой небольшой набор с топазами. И я, конечно, так вот самоцвет никогда не видела в жизни. Вот, это он, пожалуйста, топаз. И также мне представляется интересным скарны. Скарны рядом прям, левее. А скарны, кстати, тоже были открыты только в 20 веке. Напомним, что выставка, состоящая из 250 экспонатов, открыта в Южном флигеле Музея-усадьбы Горки. Она будет работать до 22 июня 2022 года. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин